Итак, что ж, всем привет! Давайте приступим к моделированию. В этом уроке мы с вами сделаем заготовку для головы. Перейдем в окно перспективы, создадим сферу. У нее увеличим количество сегментов в два раза. Я сделаю 48. И вид сменю на гексоэдер, для того, чтобы у меня были четырехугольники. Обратите внимание, что в окне перспективы я выставил представление затенения гура линии, чтобы были видны полигоны. Поднимем сферу немного вверх. Давайте посмотрим, где у нас голова. Поднимем ее немного вверх. Пока ничего с ней особого делать не будем. Отлично. Теперь переведем ее в режим редактируемого объекта. И приступим к работе. Выбрав инструмент скульптинга Optisk, давайте попробуем вытянуть мордочку. Но для начала смотрите, что нам надо сделать. Нам надо зайти в настройки инструмента смещения и поставить галочку на симметрию. Y, Z. Первый пункт. В настройках выбрать нужный радиус. Давайте сначала попробуем поставить ровно 100. И попробуем вытянуть нос. Нос или морду. Если мы вытягиваем, то мы видим, что сейчас эта мордочка у нас получается не очень. Поэтому не бойтесь работать с большими цифрами. Давайте попробуем поставить 150. Так, вот уже лучше, но все равно мне, скажем так, не очень нравится. Поставим 200. И снова сделаем вытягивание мордочки. Вот так вот вперед. Вот, хорошо. Отлично. Теперь перейдем в вид сбоку. Выберем инструмент масштабирования. И уменьшим сферу примерно по уровню головы. Выбираем инструмент вращения. Делаем подгонку. Так, хорошо. Еще немного можно уменьшить. И еще немного развернуть. Отлично. Переходим в режим работы с точками. Выберем инструмент кисть. У нее поставим режим мазать. Интенсивность выставим 100%. И радиус нам нужен примерно 25. Чтобы оценить радиус, вот я специально выведу инструмент за поле референса, чтобы нам был виден радиус. Отлично. И теперь немножко подправим контуры сферы под наш череп. Вот, сформируем нижнюю челюсть. Полигоны салба можно немножко подтянуть вперед. Вот, давайте так и сделаем. Немножко сдвинем вот это вот все вперед, сеточку. И теперь вот здесь сформируем изгиб. Теперь с вами подгоним непосредственно область челюстей. Или, так скажем, область носа. Кому как удобно это называть. Так вот, хорошо. Уменьшим немножко радиус. Сделаем 10. И произведем более тонкую подгонку сферы под контуры рисунка. Снова сделаем радиус 25. Перейдем в режим отображения вид спереди. И смотрите, цепляясь именно за крайние точки, мы с вами формируем контур головы. Вот у нас область щеки. Хорошо. Вот эти вот центральные полигоны, центральные точки, мы с вами уже желательно их не трогать. Почему? Потому что они у нас будут выровнены вот по боковой проекции. Вот смотрите, вот здесь даже уже можно снова подправить. Так, хорошо. Посмотрим в перспективе, что у нас получается. Сейчас, скажем так, у нас больше похоже не на лису, не на собачью морду, да, классическую, а на некую утку. Но мы сейчас с вами все это еще исправим. Давайте сразу же создадим инструмент симметрия. Теперь выберем сферу. И в режиме отображения вид спереди перейдем в работу с полигонами. Выбираем инструмент выделения. У него обязательно снимите галочку напротив «Выделять только видимые». И выделяем полигоны с одной стороны. Вот так вот. И делаем их удаление. Теперь смотрите. Если мы перейдем в режим отображения точек, то мы увидим, что вот здесь вот у нас остались лишние точки. Чтобы их убрать, нажимаем по сфере правой кнопкой мышки и выбираем команду «Оптимизировать». Это надо делать после каждого удаления полигонов. Теперь уже можно подсунуть сферу под симметрию и посмотреть, что получается. Для того, чтобы симметрия у нас шла строго зеркально, нам надо, чтобы центральные ребра, центральные точки стояли по оси Х ровно по нулю. Для этого давайте перейдем в режим отображения ребер, то есть работы с ребрами. Двойным щелчком щелкнем на одном из центральных ребер. И теперь выберем инструмент назначения точки. В настройках выбираем «Установить позначение по Х». У нас будет 0. Система координат у нас мировая. И нажимаем «Назначить». Отлично. Ну что ж, теперь давайте попробуем сделать форму ближе к форме морды лисы. Выбираем инструмент скульптинга смещения. Давайте уменьшим радиус. Теперь нам надо будет где-то 150. Сделаем вид таким образом, чтобы камера смотрела как бы по диагонали к нашей голове. И вот здесь, примерно по центру между кончиком носа и краем щеки, мы делаем вдавливание вовнутрь. Вот так вот. Отлично. Давайте посмотрим с других сторон. То есть, вот что-то у нас уже появляется похожее. Вот тут можно чуть-чуть вверх приподнять. И еще немножечко вот вперед и вглубь. Вот так вот. Давайте перейдем в вид сбоку. Посмотрим, что мы имеем. Да, в принципе у нас форма совпадает. И в виде спереди также у нас форма совпадает. Давайте вот здесь, вот все-таки, у области щеки, сделаем еще чуть-чуть пока вдавливание вглубь. Но буквально чуть-чуть. Все. Хорошо. На этом этапе давайте оставим так. Теперь перейдем в вид сбоку. И нам надо сформировать полость рта. Переходим в режим работы с полигонами. Берем инструмент выделения. Давайте пока отключим симметрию. Так. Вернемся в вид сбоку. И выберем полигоны, которые у нас вот соприкасаются с областью рта. Но область рта, смотрите, мы сделаем ее немножко длиннее. Чтобы когда мы будем с вами добавлять кости, все-таки рот у нас был бы чуть-чуть побольше. Итак, я выбираю примерно вот центральный полигон возле пасти. Так, чуть-чуть поглубже, да? Мы договорились. Ну, наверное, где-то вот так вот. Нажимаем Delete. И обязательно проводим оптимизацию. Отлично. Перейдем в режим работы с точками. И давайте теперь вот эти крайние точки мы чуть-чуть подтянем вниз. Вот так вот. То есть ближе к пасти. Но в то же самое время не надо их придвигать прям вплотную друг к другу. То есть я имею в виду верхний и нижний ряд челюсти. Пусть лучше между ними остается зазор. Вот так вот. То же самое проделаем с нижней челюстью. Чуть-чуть буквально. Вот здесь выровняем точку. Да, все. Здесь все нормально. Давайте перейдем в окно перспективы. Перейдем в режим работы с ребрами. Двойным щелчком выберем ребра у верхнего края рта. Зажмем Shift. То же самое проделаем с нижней частью пасти. И добавим вот еще одно ребро. Зажимаем Ctrl. И втягиваем эти ребра вовнутрь. Тем самым мы попробуем сформировать пасть. Так, пока мы не будем все это дело делать большим. Вот так вот. Выберем крайние точки. У полости рта. Вот они. То есть вот смотрите, где они находятся. И задаем им значение по иксу 0. Снимаем выделение, щелкнув в пустом месте экрана. И разрежем эту область. Берем нож. И делаем разрез. Поставим примерно нож посередине. Зажмем Shift. И вручную впишем значение 50%. Сделаем разрез. Очень хорошо. Давайте, наверное, сделаем еще два разреза. И то же самое вот с этим краем. Отлично. А теперь нам надо немножко произвести сглаживание в области рта. Давайте снова выберем инструмент кисть. Режим мазать сменим на сгладить. И интенсивность поставим, допустим, 15%. Радиус сделаем 10. И от уголка рта попробуем начать сглаживание. В данном случае оно у нас получилось слишком прям таким крутым. Я все это дело отменю. Так, вернемся на несколько шагов назад. Давайте-ка уменьшим радиус до 5. И будем потихоньку делать сглаживание. И делать мы его будем вот по краю ребер. То есть, вот где у нас идет именно заострение. Вот так вот. Да, вот так вот, по-моему, лучше. Вот смотрите, у нас края закругляются. Так, посмотрим сверху. Нижнюю губу еще можно подправить. Хорошо. И вот здесь, вот верхнюю, тоже мы сгладим. Вот такими, как бы, легкими мазками, периодически то зажимая, то отпуская левую кнопку мышки. Давайте перейдем в вид сбоку. Посмотрим, что у нас получается. И посмотрим в виде спереди. Так, вернемся в перспективу. Давайте посмотрим, что идет немножечко не так. Вот, верхнюю губу, верхнюю, то есть, нижнюю губу, нижнюю челюсть. Чуть-чуть надо приподнять вверх. Давайте выберем режим мазать. Поставим 100%. И чуть-чуть потянем вверх. Вот так вот. Обратите внимание, что у нас радиус цепляет и верхнюю челюсть. Буквально вот по чуть-чуть. Нажали, подвинули, отпустили. Нажали, подвинули, отпустили. Посмотрим снова в перспективе. Вот, если мы посмотрим вот здесь, то немножко идет как бы кривизна. Давайте снова мазать, сменим на сгладить. И чуть-чуть подгладим. Вот так вот. Но, в принципе, вроде бы ничего. Теперь смотрите, вот у нас крайние точки, которые должны стоять по центру. Они сместились. Давайте вернем их в исходное положение. Выберем инструмент выделения. Выберем вот эти крайние точки. И сделаем им назначение. Включим режим симметрии. Проверим. Что у нас получается. Вот здесь, смотрите. Вот здесь у нас получилось слишком, скажем так, большой сдвиг к крайней точке. И линия из плавной стала немножко ломаной. Выбрав инструмент скольжения, давайте мы вот эту вот точку чуть-чуть подвинем вверх. Вдоль ее ребра. Вот таким вот образом. То же самое можно сделать вот здесь вот. Чтобы все линии у нас были более-менее гладкими. Хорошо. Ну что ж, в принципе, можно считать, что заготовка для нашей головы готова. Так, снова давайте посмотрим в других проекциях. Что ж, на этом мы пока остановимся и продолжим уже в следующем уроке. Единственное, что я хотел бы еще добавить, это вот момент моделирования рта. Когда вы будете моделировать его, старайтесь, чтобы у вас все-таки остался зазор. Почему? Потому что, когда вы будете добавлять кости, вам очень тяжело будет делать развесовку, если, скажем, точки будут лежать слишком близко друг к другу. Все-таки, когда между ними есть какое-то определенное расстояние, сделать дальнейший скиннинг будет гораздо удобнее. Что ж, на этом мы урок закончим. И до встречи в следующий раз. Всем пока!